ну привет меня зовут айс теист а это мой обзор на скетчбук очевидно я рисовала где-то полтора года в диджитале и пару раз за эти полтора года я начинала новые скетчбуки но так ни один не закончила но недавно я снова решила порисовать трагишки и решила для начала закончить один такой скетчбук в котором изрисованы три страницы и и все эти три страницы я покажу потом в самом конце обзора а сейчас короче 23 июня я его начала 23 июля я его закончила эту страницу я заполнила самый последний день эту страницу я нарисовала в самый первый день я знаю что она просто отвратительная я я не могла привыкнуть к трагишки я не могла понять почему невозможно отменить действие и как работает тушь и акварель и вообще тут уже заметен какой-то очевидный прогресс например пятно нефти на заднем плане похоже теперь на елки это радует еще я хотела сказать что страницы я рисовала параллельно друг с другом потому что я рисую накладыванием слоев краски один за другим пока слои сохнут на одной странице можно рисовать что-нибудь на второй странице это очень удобно а тут мне нравится тушь она очень прикольно так делает я не знаю как это объяснить у нее есть такой знаете эффект зеркальной поверхности воды то есть чтобы понимали это должны были быть кочки просто другого цвета не розового а ощущение будто бы эти деревья стоят на берегу какого-то озера за счет того что тушь вот так прикольно растеклась и она тут как будто бы я не знаю имитирует отображение отражение вот этого ствола дерева короче прикольно это и должно выглядеть как незаконченная ересь это рыжий лес это кстати если не поняли тоже рыжий лес это мой перс в рыжем лесу прекрасный обзор я считаю короче на на этом развороте во мне родился дизайнер этот разворот отвратительный он мне не нравится по нескольким причинам во первых на него просто чисто визуально неприятно смотреть я не знаю может быть кому-то и приятно но но нет еще я почему-то тут решила что звезды выглядят так я не знаю что было со мной в тот день но это звезды это не гигантский улей с пчелами нет это блин грёбаные звезды я не знаю короче все плохо тут тоже не очень все хорошо и еще на этом развороте я пролила на свой комп чай и потом несколько дней жила в стрессе но в итоге с компом все хорошо с этим разворотом не очень а еще моя сестра сказала что эти цветы похожи на язву здесь во мне дизайнер умер это деревья спасибо за пояснение это деревья я их видела в лагере я один единственный раз жизни ездила в лагерь и там были деревья у них кора короче как-то странно так собиралась на стволах и было ощущение будто бы на деревьях есть глаза это было прикольно это я расстроилась тут я хотела залить страницу водой и оставить так я я хотела залить страницу водой капнуть пятно туши и потом из этого пятна сделать какой нибудь прикольный силуэт но я отвлеклась и потом когда я вернулась к этой странице я поняла что я не помню что я собиралась сделать и в итоге да и в принципе задумка бы моя не получилось потому что пятно засохло и в итоге я сделала болото когда не знаешь что сделать сделай болото кстати мне нравится эта страница я не сразу это поняла она такая симпатичная в отличие от этого убожество конечно покажу у этой картинки есть предыстория она изначально задумывалась как лицо девочки вот но в итоге я поняла что что-то идет не совсем так как планировалось и я нарисовала потом еще процессе вот эти вот штуки это должно было быть воротничком в итоге это стало похоже на какой-то шифер я поняла что это все похоже на какое-то болото опять или озеро и в итоге из девочки рисунок превратился в статую гигантскую гипсовую которая стоит на берегу какого-то болота или озера в котором также плавают какие-то гипсовые наверное головы вот и сзади черный лес мне на самом деле очень нравится так рисовать когда ты не до конца понимаешь к чему ты придешь что начинаешь рисовать одно и в итоге твой рисунок постепенно преображается постоянно ну происходит какие-то метаморфозы и ты в итоге получаешь совсем не то что ожидал и я просто обожаю так рисовать у меня получается когда я так рисую все намного лучше чем когда я предвижу ну когда я понимаю чем в итоге все должно закончиться вот и еще когда я рисую так то получается что-то очень интересное обычно и мне нравится делать а еще это очень не напряжно потому что ты не следуешь какому-то идеалу который ты у себя в голове представляешь и это ты себя не чморишь когда у тебя получается в итоге вовсе не то что ты хотел а наоборот ты офигеваешь и восхищаешься тем что тебя в итоге вышло а это просто озеро с деревьями потому что я расслабляюсь когда рисую озеро с деревьями это ручки моих персонажей это мои персонажи и тут очень прикольно так кисточкой ширк ширк сделано и тут тоже так ширк ширк сделано кисточкой прикольно это мои персонажи это ноги моих персонажей это же кисточкой ширк ширк сделано прикольно так 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 паковая страница это хорошая страница она мне нравится во-первых мне очень нравится сочетание цветов и вообще в принципе нежность этой страницы есть какая-то определенная вот так же мне нравятся эти растения которые похожи с одной стороны на поле как будто бы это какие-то растения в поле да а еще они также напоминают водоросли и эту картинку можно воспринимать как поле рассветное так и как море рассветное короче красивая картинка мне нравится а вот слову после вот этого вот рисунка я придумала такую локацию как лес гипсовых фигур мне очень нравится сочетание черных телок и белых гипсовых рук вообще в принципе белок гипсовых фигур очень как мне кажется красиво выглядит продолжаем тему гипсовых я не знаю что сейчас зависла короче снова гипсовые фигуры мне нравится то что я начала переходить от скетчей и от скетчей и артов на которых просто изображены мои персонажи которые особо ничего не делают на которых нет сюжета то что я начала переходить от этого к иллюстрациям и каким-то рисунком которые могут что-то рассказать какую-то историю это для меня достаточно большой шаг вперед и какой-то определенный прорыв вот если что я не гоню на скетчи и на арты вот я просто воспринимаю если что свое творчество иначе чем творчество других людей и то что мне не нравится у меня может нравиться у других людей вот так что не нужно пожалуйста это куда-то делать перенос на себя не имея ни в коем случае это я исключительно про свои рисунки и про свой навык про свой уровень вы поняли это просто мой перс это просто какая-то дичь похоже на какие-то взрывы как будто бы в воде как будто бы знаете взрывается песок я не знаю откуда вы должны знать как взрывается песок в воде ой мне очень нравится этот разворот он очень какой-то уютный и приятный когда я смотрю на эти рисунки вот на эти два у меня такое ощущение знаете как будто бы вот летний теплый вечер уже собрались тучи и скоро должен пойти дождь и вот такое какое-то ощущение приятное когда я смотрю на эти рисунки очень так комфортно становится еще цветочками справятся очень красивые ну как бы не на всех разворотах мне должно быть комфортно к слову вот в целом этот рисунок прикольные мне нравится как тут нарисованы стволы деревьев стволы деревьев так говорят но но что-то в нем не то типа она вроде бы и хорошо а вроде бы и такое давайте я просто скажу что это типа выгорание и мы больше не будем про это говорить изначально я хотела нарисовать что-то другое но вышло то что вышло я вдохновилась домиком из сериала притворство и изначально хотел нарисовать такой же розовый домик посреди черного леса но я слишком много слоев краски на короче очень много слоев краски положила друг на друга вот из-за этого розовый домик превратился в такой красный такой не очень красивый противной и я его замазала черным так мне даже больше нравится он прикольный а еще вот этот вот развод похож на дым это снова болото потому что мне очень нравится рисовать болото а еще мне очень нравится вот это вот озерко, озерко, озеро, маленькое озеро, оно мне очень нравится, и мне очень нравится вообще в целом, как это выглядит, мне нравятся вот эти вот полосочки, которые как будто бы ряд какую-то создают, мне очень нравится отражение дерева, короче, мне в целом нравится этот рисунок, и вот этот тоже, мне не очень нравится, как тут девочка получилась, но в целом норм, особенно если сделать так все становится получше и заканчивается скетчбок снова деревьями над озером потому что я обожаю рисовать тушью деревья над озером так первые три страницы я примерно представляю когда я их рисовала думаю что это было в девятнадцатом году где-то в январе примерно приблизительно так пока я вам показываете страницы хотела сказать кое-что про этот скетчбок я решила что по каждому скетчбуку я буду какой-то итог подводить этот скетчбок клёвый потому что во-первых я вернулась к традишке во вторых я сделала определенные шаги конкретно в своем стиле и в понимании короче понимать короче я очень много сделала выходов из зоны комфорта например я очень много нарисовала рисунков которые похожи на иллюстрации они на просто скетч и кири арты для меня это довольно таки большое событие вот так же у меня у самой был лично такой не не знаю сдвиг по фазе я не воспринимала лично свои повторяюсь работы на которых не было людей то есть для меня обязательно было какое-то действующее лицо а тут есть несколько работ чисто пейзажных которые при этом выглядят очень неплохо и это клёво потому что обычно я так не делаю а тут я так сделала и это здорово и и в целом этот скетчбок мне очень нравится он какое-то имеет какую-то общую канву наверное из-за того что он выполнен двумя практически двумя красками и это наверное это именно и подает какую-то определенную общность вот ты мне все еще не нравишься большое всем спасибо за просмотр в зависимости от того понравилось вам или нет ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на канал если хотите попробовать дождаться следующее видео я хотела бы сказать большое спасибо людям которые пишут мне комментарии поддерживают меня продолжает подписываться на этот канал несмотря на то что на нем давным-давно не было видосов я я правда вам очень благодарна и не могу вам ничего обещать и не буду этого делать но я хочу все-таки нормально вести этот канал то что я сейчас частично перешла еще и на традиш это дает определенные возможности например снимать опять же обзор на скетчбок или возможно какие-нибудь спидпейнты традишные еще всем огромное спасибо за просмотр мне правда очень важно это да всем пока 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 you 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 Продолжение следует...